У новошахтинских школьников начались большие летние каникулы. В школу города открылись 11 детских пришкольных лагерей, где ребята весело и познавательно проведут первый месяц лета. В школе номер 24 летний школьный лагерь открылся торжественно. В этом году лагерь получил название «Орленок». Ребята вступили в движение «Орлята России». Вся программа работы лагеря построена на это общероссийское движение. Так что скучно школьникам не будет. Их ждут интересные экскурсии, творческие встречи и спортивные праздники. Детки пришли сюда для того, чтобы лето провести не просто сидя в телефонах и в гаджетах, а заняться чем-то полезным и узнать что-то интересное. Мне кажется, что лучше, чем сидеть дома в телефоне или в компьютере, лучше в лагере быть, там интереснее. Я знаю, что тут вкусно кормят. И знаю, что иногда в парк ходим. Здесь детей собираем для того, чтобы их подготовить к следующему учебному году, оздоровить их немножечко, сделать закаливание им, чтобы дети познали много нового. Также при школьном лагере у нас будет много всяких разных мероприятий запланировано. То есть все, что нужно для того, чтобы дети познали многое, отдохнули, набрались сил к новому учебному году. Будем для всего это делать. Школьники уже включились в благотворительную акцию «Активные каникулы». Макулатуру собирают для сбора канцелярских принадлежностей и наборов для творчества. Воспитанникам Центра помощи детям. Каждую неделю мы собираем макулатуру для того, чтобы ее сдать. Соответственно, деньги, которые идут с этой макулатуры, потом идут на благотворительные фонды, точно так же в детские дома, и в различные благотворительные акции, там природа. На каникулах у ребят много свободного времени. Вот и юные туристы из туристического клуба «Мечта» Центра развития творчества детей и юношества собираются как следует отработать полученные навыки. Деревья в парке «Город детства» для этого вполне подходят. Ну а влечет ребят к таким занятиям – романтика туризма. Я занимаюсь уже пятый год. Начал где-то в середине весны, в марте. Мне папа рассказал, как он в детстве занимался этим. Но я решил пойти попробовать. Ну и не смог отказаться. Мне очень понравился этот спорт, поэтому я им занимаюсь активно. Как и в любом спорте, очень важна целеустремленность, умение не сдаваться и всегда поставить себе цель. То есть если есть цель, то тогда будет намного проще идти к ней и стремление работать. В школе номер 14 состоялось торжественное открытие военно-патриотической лагерной смены юно-армейской каникулы. Самые активные юно-армейцы по итогам учебного года были награждены почетными грамотами. Юно-армейский отряд школы принял в свои ряды еще 20 новых патриотов. Ребята дали торжественную клятву быть верными своему отечеству и юно-армейскому братству. Соблюдать устах юно-армии, быть честным юно-армейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Клянусь! Клянусь! Ходи к чердаму впереди, обнять страну всем сердцем, скорее взрослеть, быстрее расти в рядах юно-армейцев. Чтоб научиться побеждать, как завещали предки, чтоб взрослые могли сказать, вас можно брать в разведку. Кирилл Кириченко не новичок в юно-армейском движении, награжден медалью юно-армии. Ну, как минимум, юно-армия – это очень патриотично, особенно в наше время это важно. Ну, мне кажется, я считаю, что каждый должен знать историю своей родины, России. Почетные гости юно-армейской смены пожелали ребятам веселых и безопасных каникул.